И все, наконец-то мы с вами перешли к последнему, последнему ряду собачьей миски. Да, год собаки, поэтому, наверное, сюда поставили собачьи миски. Вот такие еще пульверизаторы. Большие пульверизаторы. Вот они. Ой, все сыпется. В общем, здесь все для сада. Вот такая бечевка. Веревка. Так, здесь у нас проволока. Здесь вот бечевка побольше, 80 сантиметров. Крупная. Роб. Роб. Так, дальше что у нас? Лопатки. Ой. Лопатки. Солочки. Вот такие для садоводов грабельки. Вот такие игрушечные прямо. Дальше у нас идет, что это такое? А, для того, чтобы не стоять на земле. Специальная подставка под колени. Книлингпад. Кнаемат. Вот такая штука. Это хорошо, что они заботятся о коленях. Градусники. Термометры. Градусники. Термометры. Так, что еще? Это стикеры. Какая-то стрелялка. А, вылетает из книги. Игрушка детская бабочка. Куда-нибудь ее прячьте, а она вылетает. Вверх. О, а это что такое? Собачья еда. Горшки. Так, давайте еще посмотрим, что тут у нас. Это что такое? Птички. Вот такая птичка декоративная. С музыкой. Музыкальная птичка или что? Нет, она без музыки. Просто она такая. Просто птичка декоративная. Дальше, что у нас? Майчалки. Ну, здесь у нас просто ароматизаторы. Фреш-катон. Английская лаванда. Ну, в общем, такие пачечки. С ароматизаторами. Это сандаловая. Да. Сандаловая хорошо пахнет. Дальше, что это такое? Яйцо какое-то. Конструктор. Яйцо-конструктор вот такое. Потом корм для грызунов. Корм для мелких и средних попугаев с медом. И вес с медом, да? Лакомство для попугаев с фруктами. Это для нашей попугайчихи вот такое лакомство. Это вот такие палочки. На них наклеены фрукты. Вот это лакомство, которое я купила для попугая с фруктами. Как оно выглядит, сейчас достану, покажу. Вот такая палочка. И на ней приклеены зернышки. Разные, цветные. И мы уже такую повесили ему в клетку одну штучку. Их всего здесь три палочки таких. Вот как выглядит в клетке. Вот. Сидит. Не знаю, еще кушал или нет. Посмотрим потом. И купила две пачки корма, потому что сказали, что такой корм в магазинах обычных стоит 80 рублей. Потом много вот таких точилок для зубов. Массирует десны, чистит зубы. Лакомство для собак. Вот. И вот такие штучки для кошечек. Пояси. Корм для кошек. Говядина. Кузнилка для котиков. Смотрите, какая. Пушистая, красивая. Есть рыженькие. Вот такие два хвостика. Есть всякие грызуны. Смотрите, ну тут много чего. Расчесок, каких-то дразнилок. Ошейник. С колокольчиками. Вот. Вот еще дразнилка пушистая. Очки. Грызуны. Вот такие. Есть вот такая штука, рогатка какая-то. Игрушка. Есть вот такая корм... О, купалка для попугая. Смотрите, 49 рублей. Для птиц. Прикольная. В общем, девчонки, тут вообще столько всего. Вот для собак. Вот такие еще совочки. Вот такие совочки, собиралки. Вот такие есть совочки. Есть вот для попугайчика вот такая штука, качалка с колокольчиком. 49 рублей. Но что-то это дороговато получается. С одним колокольчиком. Так, что еще тут есть? Давайте еще посмотрим. Разные мисочки. И здесь тоже какая-то резиновая складывающаяся, что ли. Она складывается или она такая есть? Для корма, в общем. Тоже мисочка. Так, ну все. Мы для собак, для кошек все посмотрели. Так что я вам желаю отличного дня. Здоровья. Здоровья вашим животным. Вот, смотрите, еще есть металлические. Тарелочка из нержавейки. Вот такие миски. А еще у меня вопрос. Вы вообще едите масло по утрам? Вот вообще. Мне интересно. Просто я когда ездила в Швецию, там масло вообще не едят. Не по утрам. Ну как бы у них там это не принято. Потому что говорят, что масло плохо отражается на сердечно-сосудистой системе. И они едят его прямо вот минимум. Вот. Когда я сказала, что мы завтракаем вообще хлеб с маслом, с сыром. Нас приучили с детства, с детского сада. Вот. Масло Брест-Литовск. 82,5% стоит 101 рубль. Вот. Хозяйство. Это маргарин. Готовите ли вы с маргарином вообще? Я тоже прочитала, что маргарин это все вредно. И теперь вообще никуда его не кладу. Посмотрела передачу. Никуда я его не кладу. И вообще я его не ем. Так. Сырок глазированный. Белый медведь. Белый медведь. Вообще мне не нравится вся продукция этого производителя. Он, во-первых, невкусный. Во-вторых, не очень качественный. Вот. Шоколад-то мне не нравится. В общем. Вот в вкусноте его хорошее. Творог. 207 рублей. Стоит 9% творог. Вот. И вкусноте его я люблю. Ну, так как здесь выставили все молочное. Поснимаю молочное. Самое дешевое молоко. Стерилизованное. 47 рублей. 3,5% 1 литр. Несколактозное. 59 рублей. Молоко 1,8%. И вот это 0,5%. 59 рублей. А 1,8% 81 рубль. Сливки для взбивания. Лакомо. 127 рублей. Хорошая цена, кстати. Пармалат. 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 Сливки. Здесь маленькие сливки. 35 рублей. Здесь прямо... Да. Сливки для кофе. Вот. Сгущённое молоко. Цельное. Волоконовское. 83 рубля. Сказочно сладкая сгущёнка. Вот она какая. СССР написано. Молочный коктейль. Черника. Капучино итальяно. Тоже пармалат. Нет. Ну какой нормальный человек будет читать вот здесь, что написано? Написано СССР. Настоящая вкусная сгущёнка. Сказочно сладкая. Посмотрите, что тут написано. С заменителем молочного жира. С массовой долей жира. И смотрите, что за состав. Сухое, обезжиренное. Сахар. Смесь дезодорированных растительных масел. Пальмовое масло. Антиокислитель. Девочки, ну 77 рублей. Ну совесть есть. За пальмовое масло брать такие деньги. Здесь хоть состав нормальный. Молоко, сахар. Всё. Больше ничего. И стоит 83 рубля. Скажу, что я купила из канцелярии. Вот такую точилку. Она вот кругленькая. Мы уже вовсю все используем. Потому что у нас вот столько карандашей. И мы активно сейчас рисуем. Учимся рисовать. Вот рисуем разные домики. Поэтому карандаши у нас ступятся быстро. Это у нас карандаши из Ашана и из Фикс Прайса. Коллекция у нас большая. И мы все заточили. И нам больше всего понравилась вот эта точилка. И кстати, вот эта тоже неплохо точит. А вот эта точилка разбирается вся. И иногда выскакивает внутренняя часть. Вот здесь я вам покажу. Вот здесь вот эта белая штучка. Она еле-еле держится на клее. Там внутри. И там есть такие держалки, которые держат её. И приходится её обратно вставлять. В общем, вот эта не очень хорошая. Кстати, она дороже всех. Она стоила 49 рублей. Вот она. Вот так она выглядела. Вот. Потом вот такая линейка ещё была. Линейка тоже очень хлипенькая. По сравнению с той, которую нам присылали из Японии. Вот если сравнить с Hello Kitty линейкой. Смотрите. Вот она тоненькая. И она такая прямо совсем хлипенькая. Её надо очень аккуратно на вот этом колёсике разводить. Потому что прямо так она гнётся и ломается. Это более плотный материал. И здесь хоть тоже страшно её разводить. Но более уверенно можно с ней работать. А с вот этой надо аккуратненько. Потом купили резиночки вот такие. Каждый день, по-моему, они стоили по 4 рубля. И всё, да. Вот эти две ещё. Ещё купила бабкины семечки. Мне понравились. Не удержалась. Очень вкусные. Сейчас покажу, какие они. Вот. Они чистенькие, чёрненькие, красивые и вкусные. Такие бабкины семечки. Когда голодные, по-моему, нельзя ходить. Варочные пакеты, колотый горох. 29 рублей. Чечевица в пакетиках. 87 рублей. Гречка зелёная. 63 рубля. Необжаренная. Чай Куртис. 82 рубля. А вот, смотрите, тикейн. Джинджер, лимон. 110 рублей. Это немецкий чай. Сделано в Германии. Вот этот тикейн. Дальше. Ричард. 251 рубль. Это эзотических товаров. Это вот такой джем. Манго. 350 рублей. Фруктовый. Вот. Смотрите, как он выглядит. 65% фруктов. О том, что есть. Щедрый край. Джем черно-смородина. Ратибор. Варенье. Черная смородина. Я ратибор обожаю. Но сейчас хочу посмотреть ещё. Абрикосовая. Вот такой конфитюр из апельсина с лимоном. А вот есть ещё джем сливовый. Написано сливочный. Мне кажется, это абрикосовый. А, из сливы. Да. Вот. Мирабель. Из слива. Слива. Тростниковый. Сахар. Вода. Агент. Желирующий. Фруктовый пектин. Окислитель. Концентрированный лимонный сок. Такой приятный составчик. Хороший. Джем яблочный. Вот такой. Ещё есть вот абрикосовый. Ну, смотрите, цена. 417 рублей. Так, ещё что это такое? Фруктовые консервы. Джем из трёх ягод. Вишня, малина, черника. И есть вот такая паста. Смотрите, какая. Из семян тыквы. Семена тыква. Такого я ещё ни разу не видела. Из тёртых семян тыквы. Интересно. Вот такой интересности. И аютинский хлеб. Тостовый. Вот так выглядит. 25 рублей. 75 копеек стоит. Здесь у нас булочка венская. Из колоса. Золотой колос. У нас есть такой, такое кафе, в котором мы всё время с Никитой кушаем. Пшеница для проращивания специальная. Стоит 61 рубль. Льняные хлебцы солёные с сушёным луком. Льняные хлебцы сладкие. С семенами мака. А сколько они стоят? Вы видели? 173 рубля. Состав, конечно, очень хороший. Здесь семена льна, семена мака пищевого и фруктоза. Полезное лакомство. И ещё из полезных завтраков. Лёгкий завтрак кукурузный. Что здесь? Кукурузная крупа, плоды яблока. Мука, виноградные косточки. Молочная сыворотка. Добавлять кисломолочные продукты во время перекуса. Использовалась в сухом виде, забивая жидкостью. Добавляя в первые и вторые блюда. 20-40 грамм в сутки. И стоит это 68 рублей. Есть ещё лёгкий завтрак. Рисовый. Да? И гречневый. Прикольно. Смотрите, какая смесь. Итальянская пицца. Вот в таких бутылках пицца. И ещё здесь есть панкейки и блины. Блины деревенские, дрожжевые. Вот состав итальянской пиццы. Мука, сахар, соль, дрожжи. Сухие хлебопекарные в отдельном бутылке. А как вы относитесь к таким смесям? Я вот иногда, знаете, вот покупала блины. Как-то мне вот нравилось. И оладушки я покупала. Мне понравились. Быстро развела, потому что не было молока. И решила купить вот сразу-таки готовую смесь. И мне понравилось. Было вкусно. А ещё пудов нам предлагают. Кисель. Молочный клубничный за 21 рубль. И молочно-шоколадный. Золотое утро. Есть вот такие кисели. Дачный. Кисель клюквенный с кусочками клюквы. Плодово-ягодный. А это что? Кисель с натуральными ягодами. Блесные ягоды. А есть ещё молочный ванильный. Кисель молочный ванильный. А вот смотрите рецепт приготовления. Высыпать смесь в кружку. Постепенно вливать в кружку 150 мл кипятка. Непрерывно помешивая. Тщательно перемешать. Это в состоянии однородной массы. И по желанию кисель сверху можно украсить маршмоллоу. Сбитыми сливками, шоколадной крошкой. Полить сиропом или расплавленным шоколадом. Вот составчик. Загуститель. Морская соль. Стоят яйца. Желток солнца. У нас стоит 69 рублей. Одна копейка. Вот они такие. Желток солнца. Яйца, хотя бы я первая. Давайте пройдемся по пастроме. Вот смотрите. 104 рубля. Вот так она выглядит. Песняшка. Я сейчас уже начинаю хотеть кушать. 91 рубль. Окорок особый. Бекон нарезка. Дымов. Сырокопченый бекон. Дальше паштеты. И дальше паштет деликатесный. Вот так он его придет. Смотрите. И паштет датский. Каневской завод. Привет, станица Каневская. Паштет датский. Сколько он стоит? 83 рубля. 58 копеек. А вот такую я упаковку еще не видела. Желток солнца. Называется станичная. Столовая отборная. Она сделана прямо из бересты, что ли. Вот такие яйца. Стоит 89 рублей. Прикольно. И сделали вот такие сосиски к завтраку. Две штуки. 9,54. Смотрите, как прикольно. Две сосисочки. Вот такой состав. Мясо птицы. Очень длинный состав. Тавр ганноверский экстра. Сколько они? 136 рублей. Итальянский с сыром пармезан. 127 рублей. 163 рубля. Бестро стоит. Вот они. И еще одни сосиски с сыром. 117 рублей. Это Каневской. Ну, у Каневского хоть, смотрите, сосиски. Ох, какие здоровые. Что тут за состав? Брусника, мед, полынь. Лактоза, свинина. Мульсия свиной шкурки. Декстроза, белок, загуститель. Пищевой краситель. Прямо таким крупными-крупными буквами. Содержит пальмового масла для детей и взрослых. Видите, как надо внимательно читать состав? Полезный завтрак. Вот еще со злаками. Сейчас я выберу что-нибудь, Никите. Вот, Чокопай. Чокопикао. 28 рублей.